итак привет дорогие друзья дорогие подписчики и те кто оказался на канале впервые сегодня у нас довольно таки интересное видео это мой опыт использования часов от компании samsung galaxy watch 6 серии в классическом исполнении и сравнивая их со своими предыдущими часами которые являются непосредственно предшественниками вот этой модели classic это galaxy watch 4 classic соответственно в пятом поколении samsung почему-то решили пропустить вот такую классическую версию избавились от механического безеля сделали безель сенсорным но что-то видимо пошло не так и они в шестом поколении все-таки этот безель вернули часы у меня в черном цвете что одни что другие вот шестыми я пользуюсь уже на протяжении трех месяцев поэтому довольно таки это долгий промежуток времени и кое-какую информацию все-таки я о них вам смогу рассказать и свои впечатления давайте начнем с упаковки комплекта часы поставляются вот в таких продолговатых картонных коробках размер у меня часов максимальный это 47 миллиметров шестые оч и 46 миллиметров это у нас четвертая то есть максимальный размер который можно получить в galaxy watch classic ремешки у нас силиконовые что здесь что здесь они идут в комплекте и так открываем коробочки здесь вот таким образом нас встречают часы также в комплекте есть таблетка для зарядки непосредственно часов магнитная вот такая эта таблеточка от о4 и вот такая таблеточка у нас от galaxy watch 6 classic она стала немножечко меньше здесь видите она такая была пластиковая круглая здесь она уже полностью сделаны из алюминия холодная такая и поддерживает более быструю зарядку наверное все таки это зависит от таблетки потому что четвертая серия заряжалась очень долго но об этом я расскажу попозже ну и в принципе больше в комплекте ничего нет ни блока питания никакого ничего нам не положили давайте возьмем непосредственно сами часики коробки нам больше не нужны и выбираем в стороны а еще чем отличаются зарядные кабели тем что на watch 6 у нас юсби си разъемчик а здесь юсби и старый вот в принципе и все часы сами выполнены соответственно в круглом форм-факторе силиконовые ремешки здесь просто обычный гладкий силиконовый ремешок в четвертых часах в шестой серии он тоже силиконовый но наружная часть выполнена под кожу и вот видите здесь такая даже прострочечка видно если это будет видно думаю навряд ли ну вот так видно прострочка и смотрится они принципе довольно таки неплохо классически если старые силиконовые они этот ремешок он такой более спортивный наверное то эти часы на сто процентов пытаются быть классическими что касаемо крепления самого ремешка в от четвертых у нас было стандартное крепление вот мы нажимаем на вот этот рычажок отодвигаем крепление и соответственно ремешок у нас снимается все просто в шестой серии они переделали крепление и сделали вот такую кнопочку кнопочку мы соответственно нажимаем и ремешок у нас вытаскивается что проще чем это было в четвертой серии то есть ремешки снимать и одевать стало чуточку легче так в принципе больше наверное по ремешкам здесь ничего не изменилось далее задняя крышка самих часов она я не знаю из чего сделано из пластика или стекла но по ощущениям ну непонятно что здесь что здесь она не зацарапалась по датчикам все аналогично ничего они совершенно не поменяли набор датчиков примерно тот же в шестой версии добавили сенсор температуры кожи то есть эти часы могут мерить температуру руки когда они захотят то есть когда вы захотите это сделать нельзя а так они могут мерить давление кислород крови пульс потом они могут снимать кардиограмму вот с помощью вот этой кнопочки и также они могут определять ваш уровень стресса и они могут определять ваш состав тела из чего вы состоите сколько там у вас воды сколько у вас мышц и так далее то есть по функционалу абсолютно аналогичные часы если не брать в расчет того что эти могут определять температуру кожи так все один в один по дисплеям дисплей стал соответственно немножечко больше здесь 47 здесь 46 1 и 3 дюйма 1 и 2 дюймов 4 amoled дисплей очень хорошие хорошо читаемая ну вот посмотрите как это все выглядит сейчас их разблокируем и как это вот выглядит при ярком свете есть и здесь и always on display по яркости давайте я выкручу яркость на максимум вот здесь здесь есть датчик освещенности что в одних что в других так и здесь ну ка просыпаемся и здесь яркость на полную так ну вот видим да этим яркость убрал что ли сейчас будем смотреть так удачи прибрал яркость ну экран шестой серии немножечко ярче и смотрится выглядит по моему мнению немножко контрастнее то есть хороший экран здесь по сравнению если вот лоб в лоб он сравнивать их в шестой версии экран ощущается и больше и читать информацию с него комфортнее и круглый циферблат конечно это очень очень круто по операционной системе здесь стоит тайзен по процессору exynos в одних и в других здесь в четвертых девятьсот двадцатый а в шестых девятьсот тридцатый по быстродействию я могу сказать что одни подтупливают в интерфейсе что другие то есть я разницы никакой не заметил если вы думаете поменять своего 4 на 8 6 и думаете они будут летать работать быстрее вы особо разницы не ощутите по оперативке в четвертых у нас полтора гигабайта в шестых у нас 2 гигабайта оперативной памяти встроенные памяти по 16 гигабайт и там и там также есть вай-фай bluetooth bluetooth кстати обновился он стал версии 5 и 3 здесь был была версия 50 есть lte в некоторых версиях внук соответственно в моих нет защита ip68 и по стандарту мил стд 810 h и выдерживает погружение до 5 атмосфер под воду в этих часах мы можем плавать по функционалу как я уже говорил все один в один здесь и менюшки все те же самые интерфейс весь тот же самый все все абсолютно то же самое вот по быстродействию можете посмотреть как работает у нас интерфейс здесь вот видите я возвращаясь на рабочий стол вот погонял немножко хоп есть небольшое вот подтормаживание самого виджета часов и когда листаешь интерфейс тоже бывают конечно фризы по точности измерения измеряют они довольно таки точно все но если рука не потная не мокрая при занятии спортом допустим в зале в тренажерном там или бег какой-то рука когда потеет они могут зависать на одном пульсе и неправильно считывать пульс и пару раз я такой бак ловил потом руку протер все нормально на одних и на других как я уже сказал можно делать эггэ себе по одному отведению вот нажимая на эту кнопку разблокируем часы мы путем ввода пин-кода могли бы сканер какой-нибудь придумать было бы неплохо но для пальца отпечатка пальца колесико она стала вращаться мягче здесь в четвертой серии вот так просто вот палец скользит а здесь вот одним пальцем вообще без проблем вы можете его вращать в плане износостойкости часы как видите я ношу без всякой пленки и стекло оно как новое корпус тоже очень крепкий вот этот безель он защищает стекло так как стекло утоплено вниз и повредить его ну очень сложно ударить где-то поцарапать и вот за три месяца использование у меня не единые царапины нет ни на стекле а я пользовался летом то есть это футболки и часы всегда открыты и соответственно царапин никаких нету что касаемо автономности по автономности у них паритет живут они вот допустим нас с утра я их ставлю на зарядку сто процентов до вечера с одной тренировкой часовой на ночь я ложусь спать в часах утром просыпаюсь у меня в районе где-то 20 процентов я их ставлю на зарядку и вот чем хороша 6 серия она заряжается очень быстро вот как apple watch последние я поставил на зарядку их с 20 процентов до 80 они заряжаются на минут за 30 очень быстро если вы ставите вот эти часики на зарядку четвертую серию они заряжаются очень медленно часа может быть даже и больше то есть вот так вот быстро их подзарядить не получится в 6 серии эта функция реализована и это очень очень помогает не знаю от чего это зависит от новой от этой зарядной таблеточки или что-то там внутри поменяли но короче стало быстрее вот как они будут смотреться на руке конечно у меня рука небольшая 5 6 они смотрятся конечно огромными но к этому быстро привыкаешь и безель такое ощущение что на шестых он поменьше то есть вроде бы они сами все побольше экран больше а по габаритам плюс-минус такие же по толщине они тоже одинаковая разницы вы не почувствуете отлично работает динамик микрофон вы можете этими часами пользоваться как bluetooth гарнитуры отвечать на звонки разговаривать по ним google ассистент к сожалению не работает часы эти у меня арабские не знают от этого зависит или нет но написано русский язык не поддерживается также он не поддерживается вот здесь платить часами в россии тоже пока нельзя поэтому вот эти часики покупаем как аксессуар соответственно смотреть время следить за своей активностью физической ну и как bluetooth гарнитуру использовать принципе и все еще мне что понравилось в этих часах они очень хорошо сами трекают вид спорта которым вы занимаетесь там чуть проехал на велосипеде они сразу понимают что ты едешь на велосипеде остановился они сразу включают автопаузу только ты там начиная что-то делать пауза сразу снимается то есть это все работает здесь великолепно вот единственное что мне не очень понравилось это считывание пульса когда рука потная это конечно минус но то же самое было и в четвертой серии поэтому в итоге что я могу сказать если у вас четвертая серия и вы думаете что купив шестую вы очень какие-то новые функции обретете там что-то поменяется какие-то новые ощущения новые опыт использования нет принципе то же самое только чуть чуть больше корпус по функционалу один в один поэтому если у вас четвертая серия я думаю можно не спешить обновляться на шестую но если соответственно у вас нет никаких часов то тогда берите смело шестую galaxy watch 6 classic и вы будете получать огромное удовольствие но не нужно забывать что они работают только с android устройствами раньше можно было с ios теперь только android поэтому вот такой обзор сравнения небольшой у меня получился если что-то забыл что-то интересно задавайте вопросы пишите в комментарии если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых видео всем пока